Всем привет! Давно мы с вами не коннектились. Я вообще забыла, когда в последний раз выходила в эфир. Я вот сижу, рисую. Мне что-то прям так прикололо, начала рисовать и думаю, почему бы не поболтать еще с вами. Сегодня весь день льет дождь. Гром, молния просто. И у меня такое засыпательное состояние. Я думаю, блин, сейчас кофе если не попью, я точно засну. И я ходила весь день, прям реально засыпала. Что сделал мой муж? Он включил, короче, музыку и начал танцевать. Причем так смешно, что я просто ржала, как лошадь. Не могла остановиться. Он берет меня за шкирятник и начинает заставлять танцевать. Ну, короче, минут 15 мы с ним боролись. В итоге он заставил меня танцевать, схватился за меня. И, короче, давай двигай своей жопой, давай двигай. И, короче, мы так с ним натанцевались, ухохотались. Рот, вот, просто вот сон рукой сняло. Короче, что еще? Для счастья нужно просто включить классный музон, потанцевать. И откуда взялась энергия, непонятно. Вроде как бы она должна закончиться из-за того, что последние силы были убиты на танец. Но нифига! Энергии прибавилось, что вот меня на рисовашки потянуло и даже захотелось в эфир выйти. Хотя до этого у меня таких позывов вообще не было. Прикиньте, что делает танец. Я вам всем предлагаю после того, как пожалуетесь, взять хотя бы одну песенку какую-нибудь потанцевать. Что рисуешь? Давай графику рисую. Мне очень нравятся такие нейрографичные, без правил рисунки. Нейрографика только без правил. Когда ты просто рисуешь какое-то состояние, либо какое-то чувство, либо какое-то желание. Можно написать словами, там, хочу движухи, хочу там интерес какой-то проявить, хочу там книжку выпустить. И просто калякаете и соединяете нейрографичными линиями, чтобы рисунок был закончен и линии уходили туда. И все углы потом нужно скруглить. И пока ты сосредоточенный рисуешь этот рисунок, у тебя все внимание на твоем вопросе или желании. Не важно, что ты там рисуешь. Ответы приходят во время рисунка только так. Либо просто исполняется желание. Я не знаю, как это работает, но это работает. Очень клево. И успокаивает еще к тому же. Мне просто нравится рисовать не для того, чтобы какое-то желание исполнить. Хотя, если я думаю о каком-то желании, оно реально исполняется. А просто потому, что ты мозгами отдыхаешь и полностью вовлечен. Оно тебе еще интересно. А как же это исполнится? Потому что, если мы просто включаем интерес, интересно, мы нифига не знаем, как оно исполнится. Мы не знаем, какие действия нужно делать для нашего желания. Нам просто интересно. И если мы фокусом внимания в этот интерес направляем себя, оно каким-то интересным образом исполняется. Состояние, когда вот реально у меня состояние было такое в упадке. Не то, чтобы меня там что-то беспокоило. Не то, чтобы какие-то там проблемы нет. Никаких ни проблем, ни беспокойств. Все вроде классно, ровно. Но чувствовала, что энергии не хватает. Такое вялое состояние, вот эти дождики. Делать ничего не хочется. Я не могу себя заставить дописывать книгу. У меня уже там все расчерчено, разложено по полочкам. Надо сесть, писать. Вот все лень. И после танцев, капец, энергии просто. Я сейчас еще думаю, что пообщаюсь с вами, сяду писать книжку дальше. Прям очень понравилось. Лень тоже круто. Ну да, согласна. Причем меня беспокоила не сама Леня, а то, что вот я что-то хочу, а сил нет. Вот просто реально нет сил. Хотелось пойти рисовать эту книжку. Хотелось пойти там чек-листы делать. Мы сайтом сейчас делаем, девчонками. Хотелось там курсы расписать. То, короче, столько вот задач поставила перед собой. Думаю, сейчас вот это, вот это вот надо. А лень, вот прям двигаться не хотелось. Весь день валялось. И муж еще такой, только я встану куда-то что-то там, подвигаться. Обратно меня в постель тянет. Типа, ну давай, полежи. У него тоже такая была лень. Я переболела короной и выжила. Привольно и новые ощущения испытала. Ну-ка, расскажи, пожалуйста, неужели коронавирус существует? Я до сих пор не могу в него никак поверить. Как хакнуть деньги? Бешу сама себя. Смотрю тебя, все понимаю, все укается, но денег нет. Так вы же не деньги должны хотеть, а то, что вы хотите на них приобрести, какие чувства вы хотите испытать. Отстаньте уже от денег. И у вас фокус внимания все время на недостатке. У меня нет денег. Получите, распишитесь. Перестаньте о них думать. Вам нужно переключить фокус внимания с денег на что угодно. Вот прям реально на что угодно, но только не на деньги. Ваше внимание всегда в деньгах, поэтому их нет. Они приходят на ваши желания, на ваши чувства, на то, что потоки хочется там сделать. Они откуда-то берутся. Но только когда вы не зациклены на них. Существует, тоже переболела короной. Да ладно. Вам серьезно ставили прям диагноз, и что это корона? Да, нифига себе. Да, существует, ничего страшного. Пропал нюх и запах. Ржала от этого, отдыхала. Приняла, все, и рукой сняла. То есть ты, получается, сама вылечила свою корону через принятие. Да, мне вот интересно. Реально были результаты, что да, вы болеете короной, вот вам анализы. Мне что-то вообще не верится в это дело. У меня подруга сейчас болеет, подтверждена коронка. Беременна, 38 недель, третий ребенок. Боюсь рожать. Все время мысли, вдруг что-то не так пойдет, а вдруг что-то с ребенком, блин. Знаете, есть такое, стопает. Ну зачем вы себя накручиваете? Ну вы же сами придумываете себе эту фигню. Наоборот, вы должны перемести фокус внимания на то, что, блин, мне интересно, какой он здоровенький родится. Мне интересно, какое мое продолжение новое третье у меня получится. Мне интересно, какая там будет красавица или красавчик. Мне интересно, блин, как это все произойдет. Мне интересно пойти в это новое. Включаете интерес? Зачем вы накручиваете себя? Ну вы же сами это все придумали для чего-то. Сидеть, ой, я боюсь. Вот знаете, как котенок Гав, мультик мой любимый. Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Давай вместе бояться. Переключайте фокус внимания и перестаньте просто думать об этом. Да, сама вылечила, пишет Курлай. Болели мышцы, и я прям принимала, что сама создала. Ну болит и болит, и прям по очереди мышцы перестали болеть. А для чего вы заболели? Осознали, интересно? Продаю дом и уезжаю в Абхазию. Наблюдаю, когда появятся покупатели. Можно ли ускорить продажу? Можно. Можно задать себе такой вопрос. Для чего я хочу сейчас, чтобы мой дом не продавался? Это мое желание принять это желание. Во-первых, сначала признать то, что да, у меня есть такое желание. На данный момент у меня дом не продан, и почему-то я хочу этого. Я хочу, чтобы он не продавался. Потому что весь наш мир, все, что мы вокруг наблюдаем, продукт нашего желания и нашего интереса. Интересно, почему я сейчас хочу, чтобы в данный момент дом был еще у меня и не продался? Интересно, почему я сейчас или для чего я сейчас хочу в данный момент еще не переезжать в Абхазию, а быть у себя там дома, где вы там находитесь? И разобрать этот вопрос. Возможно, вылезут какие-то шаблоны, программы, которые вас тормозят. Например, вам страшно переезжать в Абхазию, вас страшит неизвестность. А если я продам, вдруг там не куплю, а если я там куплю, вдруг не смогу там оформить документы? То есть у вас какие-то, а вдруг, возможно, шаблончики есть, которые нужно рассудить. То есть вы начинаете рассуждать и спрашивать себя, а с чего я вообще так решил? Почему я там могу дом не купить? А что мне мешает его купить? И понять абсурдность этих убеждений. Как о деньгах не думать? Когда срок кредита, это дата, куда от нее деться? Как о деньгах не думать? Ну хотя бы предположить, что от того, что вы беспокоитесь о деньгах и думаете о них, никак не решится ситуация ваша от того, что вы просто о них думаете. Ну думаете вы о деньгах, ну беспокойтесь вы о деньгах. Это разве делу помогает? Нет, это делу не помогает. Думаете вы или не думаете, ситуация одинаковая. Так почему бы по-новому не попробовать о них не думать? Каждый раз, когда я не думаю о деньгах и знаю, что мне завтра платить там, допустим, какой-то кредит, но сейчас кредитов у меня нет, раньше, если я брала кредиты, там на покупку машин, квартир, я брала кредиты, было дело. Я знаю, что, а вот даже по налоговой мне нужно было заплатить налоги, а у меня не было налички на счете ИП, не было вообще денег, чтобы заплатить налог на утро там 70 тысяч. Такая утром, вечером мудренее, и как говорил мой дед, будет день, будет пища, утром понаблюдаем, понаблюдаем, что будет с утра. Просыпаешься и ровно эта сумма налога падает от непонятного клиента, который еще потом никак не находится, откуда деньги пришли. И каждый раз, когда отпускаешь ситуацию, чудесным образом это приходит. А то, что вы о них думаете, как раз таки это и мешает приходу этих денег. Просто вспомните те моменты в вашей жизни, когда вы о них думали и ничего не придумали, и ничего не решилось. Но вы же этот опыт уже проходили, зачем вам опять наступать на здравствуй грабли и опять делать то, что вы всегда делали. И уже это подтверждалось, что это не работает. Попробуйте по-новому включить интерес. Все видео ценные, даже которые ни о чем. Привет, решил выйти из своей же и автостопом доехать до моря. Эдуард, расскажи, и как у тебя получилось? Я автостопом ездила до моря, причем реально до моря. И это было очень круто, незабываемые каникулы. Но я, правда, это делала с подругой. Там не так вдвоем страшно было, но это было классно до сих пор вспоминать. А я сегодня получила результат анализа. То, что я переболела и у меня есть антитела. Ничего себе, сколько у нас тут переболевших. Я реально думала, что его нет. У меня прям как-то пазл не складывается, что он есть. Так, я вообще в шоке. Увидела, что ты в эфире. Открываю все мои страхи, все мои вопросы. Все как раз и задают. Вау. Вот я творец, благодарю. Вместе веселее. Так, чтобы отдохнуть, я так устала думать. Хотела полежать, поспать и позаботиться о себе. Ну так хоре думать. Вот го танцевать. Почему я зависаю в интернете? Хороший вопрос. Я тоже всегда зависаю в интернете. Ну, наверное, потому что тут интересно. Что плохого в интернете? Можно, кстати, сейчас в интернете, если не знали, выйти на улицу и тоже сидеть в интернете. Поехать на дачу, побыть в интернете. Погулять в лесу и тоже побыть в интернете. Почему нет? Приятное с полезным. Я обожаю интернет. Не борюсь с ним. Кайфую. Здесь классные люди. А меня преследует вода. Мне затопило кухню с дорогим ремонтом. Постоянно топит гараж, крыша течёт. Месяц капал кран, пока не починили. Значит ли это что-нибудь? Если да, то что? С чем ассоциируется у вас вода? У меня ассоциируется вода с моим движением, с моей жизненной энергией, с моим потоком. У меня ассоциируется. И если у вас что-то протекает, то куда-то утекает ваша жизненная энергия. Но мы не можем с вами ничем наполниться и ничего слить. Имеется в виду, энергия — это действие, это движение. Вы либо себя останавливаете, не двигаетесь, чем-то останавливаете, страхами своими. Либо мы идём в неизвестное, то есть двигаемся. Если ваш поток течёт мимо куда-то, значит вы направляете какие-то свои действия не туда, делаете что-то не то. То есть фокус внимания не на движение, не на новое, а на какие-то здравствуй грабли. Но это мои рассуждения, не знаю, как для вас. Накидайте в таком же ключе ассоциации. Вот сегодня только думала, чем и зачем я захотела, чтобы Нелли стало мало в жизни моей. Почему мало? У меня же на YouTube очень много видео, смотрите, не пересмотрите. Сегодня утром записывала мои чувства, пришёл заказ на 30 тысяч. Потом я ещё танцевала, и пришла ещё зарплата. Причём я только вышла из отпуска, зарплату не ждала. Я в шоке. Вот, видите, как это работает? А как вы записывали чувства? То есть вы в это время были погружены в себя, наблюдали себя, наблюдали, что вы чувствуете. И вы были полны любви к себе. Вот, классно. И вам было интересно, что же я сейчас чувствую. Пошли в неизвестное. Мы же себя так не наблюдаем никогда. Мы смотрим на внешнее, но при этом о себе забываем. А внешнее — это всего лишь наше продолжение. И это круто на него смотреть, на внешний мир. Но очень классно, когда ты на него смотришь, на внешний мир. И при этом одновременно понимаешь, что ты чувствуешь, когда ты его разглядываешь. Вот, например, я смотрю на ручку. Я не просто на неё смотрю, я рассматриваю и пальцами понимаю, что я чувствую твёрдость. А ещё я чувствую, что у неё такой приятный цвет, серо-синий, зелёный какой-то такой глубокий. Этот цвет тоже чувствую. Чувствую плотную форму. И понимаю одновременно, что эти чувства внутри меня. То есть я смотрю на ручку, а чувствую внутри своего тела. И когда одновременно идёт коннект внешнего с внутренним, вот тогда в потоке и во внимании к себе, и вовне, и вовнутрь одновременно. И тогда, блин, очень классно рассматривать весь мир таким образом. И находить вот эту причинно-следственную связь. Вы понимаете, какими чувствами вы создали эту ручку. Вы её создали, потому что чувствуете её материю, твердь, как она чувствуется. Вот этими чувствами вы её создали. Ну, наше коллективное сознание. И представьте, что вы вовне так наблюдаете утекающую воду из крана, у кого там прорвало, крышу затопило. Что вы чувствуете при этом? Вы наблюдаете и осознаёте причинно-следственную связь. Когда вы получаете этот опыт, пошли в новое, увидели себя во внешнем отражении, вы этот опыт получили, внешний мир уже не будет вам сигналить это дело, потому что вы его уже познали, идёте дальше познавать. А к чему я вообще начала говорить про это опять? Не помню. А, то, что деньги пришли. У вас было желание, скорее всего, какое-то, да? И вы, когда наблюдаете за собой, эти желания начинают исполняться. Деньги — это всего лишь средства. Они пришли не для того, чтобы вас порадовать, а чтобы вы на эти деньги пошли себя порадовали дальше и что-то приобрели. Но что-то они вам пришли. Смотрю сериал про деньги на YouTube. Это просто кладезь. Кто не видел, у меня на YouTube-канале вместе с Олей Дамажировой мы делали мастер-класс и в десяти частях записали сериал «Деньги». Посмотрите. Конечно же, сериал «Деньги» совсем не про деньги. Сериал «Деньги» про то, как люди своим мышлением творят материальную действительность, как исполняют свои желания, почему все наши желания уже исполнены, почему мы имеем все эти проблемы, какие-то странные вещи, которые с нами творятся, и мы хотим их срочно изменить. И вот всё это в фильме есть. Кто не смотрел, посмотрите. Ой, я прям так пафосно называю фильм. Просто мастер-класс записывали, и всё. Неля, благодарю за то, что ты есть. Переворот сознания в моей жизни. С нашей встречи за семь месяцев я сменила три города. Пожила в Краснодаре, в Геленджике, сейчас в Сочи. Нет планов на жизнь, всё в потоке. Олечка, классно. Ой, Оксаночка, спасибо. Я вначале говорю, жалуйтесь, а вы мне тут эти комплименты. Классно. Когда я стала рисовать, стала чувствовать окружение, особенно природу и цвета. Бог гениальный художник. Да, и этот Бог — это вы. И вы гениальный художник. Давайте встречу живую, так хочется. Ну, по поводу встречи чуть попозже. Я пока пас. Ну, ненадолго пас. Я ещё не вышла с карантина. Смотрю тебя, и подруга пишет в WhatsApp. Подскажите, как вернуть силу и энергию. Отправь её на танцы. Движуха запускает движуху. Вот прям клин-клином вышибает. Чё ты такая милая? Милая в глазах смотрящего. Красота тоже. Как избавиться от ревности? Мы ни от чего не можем избавиться. В мире есть всё, кроме самого отсутствия. Опять это тезисами пошла разговаривать. Мы можем только это принять и как инструмент использовать и осознать, для чего нам ревность. Мы же её для чего-то чувствуем, почему-то это хорошо, для чего-то нам это нужно. И разобрать по полочкам, что для вас ревность, какое понятие в это слово вы вкладываете. А как можно это понятие использовать по-другому? Каким инструментом является ревность? Понятно, это ключик к самому себе. И на что эта ревность нам указывает обратить внимание. Разберите, что такое ревность. Начните хотя бы со словаря. Либо накидывайте ассоциации, запишите и осознайте, что вы туда вкладываете. Избавиться ни от чего в этой жизни невозможно. Борьба порождает борьбу. Война с чем-то порождает войну. Избавляться смысла нет. Все наши слова, все наши чувства, все наши дуальные программы, шаблоны, всё наши ресурсы, все наши недостатки, недостатки других людей, это всё таланты и ресурсы, которые мы можем использовать для движения. Если что-то вас останавливает, это можно использовать для того, чтобы вас толкало вперёд. Просто пинок под зад мы себе даём. И страхами, и стыдом, и ревностью. И это можно использовать на движуху. Но для этого вам нужно понять, какую суть вы вкладываете в это слово. Посмотрите сериал «Деньги». Мы там на примерах берём слова и разбираем их. И в принципе у меня много там видео есть, где мы разбираем шаблоны мышления. Очень классно рассоздать и понять, как это использовать по-другому. Но ни с чем не боремся, ничего не отрицаем. Это наша сила, каждое слово. Даже ревность — это наша сила. Страх — это огромная сила наша. В страхах там такая мощь закрыта. В любом шаблоне огромная сила. Представьте, вы что-то очень долго отрицали и туда своё внимание всю жизнь направляли и копили эту силу. Это банк ваш. Денег, ресурсов заморожены. Вам нужно понять и раскрыть суть вот этого всего, чтобы расконсервировать и пустить для движения. Для этого просто надо разбирать слова. Что вы понимаете под этими словами? Нелли, вы часто обращаетесь к Духу? Нет, я, честно говоря, год уже или полтора к Духу не обращаюсь. Ну то есть я понимаю, что тело, Дух, ум — это единое. Я — это не только тело. Я не только Дух, я не только ум. Я — это всё вместе. И конкретно Дух мой я так не обращаюсь, потому что не вижу смысла. Я просто задаю себе вопрос, понимаю, что я задаю его не только моему телу, я задаю вопрос себе Богу. То есть я, Бог, играюсь в этом теле, играюсь во всех телах. Я задаю себе вопрос, просто это понимая, не пытаясь подогнать это под шаблон какого-то слова, не пытаясь подогнать под что-то. То есть я понимаю, что я есть всё, всё сделано из меня, имеется в виду… То есть я обращаюсь к самой себе, понимая, что я — это всё. И мантры не читаю, обращения не заявляю. Просто мне интересно, а что я думаю по этому поводу? Шаблон какой-то, какая-то программа. Накидываю ассоциации, просто разговариваю сама с собой. Нашла тебя недавно через Далматова. Конечно, у него инфу не так воспринимая, не идёт. Как тебя нашла, сразу пошло. Чудеса. Ну, мы разные, у нас по-разному мышление работает. Они там работают с сущностями. Если в вашем мире они есть, пожалуйста, туда. У меня в мире нет сущностей, у меня в мире нет энергии. Я не читаю мантры. И вообще я сейчас стараюсь не следовать никаким правилам, как надо, как правильно, читать, не читать. Хотите мантры — читайте. Хотите, обращайтесь к Духу. Если вам это интересно, почему нет? Нужно всегда идти в новый, в интерес. И не сравнивать там, правильно это или неправильно, нужно это или не нужно. Главное, чтобы вы чувствовали кайф. Главное, чтобы вас это заводило. Главное, чтобы вас это радовало. Любая техника, зачем её отрицать? Если вам по кайфу её использовать, вас от неё прёт, какая бы эта техника ни была, пускай этот тета-хилинг будет, пускай это будет, не знаю, что, танцы с бубнами, пускай это будет экзорцизм. Если вам это нравится, занимайтесь. Но мы люди такие, что нам долго одно и то же не может нравиться. Нам всё время хочется идти в новый опыт. Поэтому с лёгкостью отпускайте старые знания, старые техники. Попробовали — пошли дальше, попробовали — пошли дальше. Вот как раз вот этот новый опыт, всё попробовать, то, что вам интересно, вот в этом и есть кайф и движуха. Я обращалась к духу, мне было это интересно, я не знала, как по-другому. Но в какой-то момент я поняла то, что мне это уже неинтересно, я уже больше не обращаюсь. Вот, захочется ещё раз обратиться, обращусь. У меня такая философия, что зачем зацикливаться долго на чём-то? Потому что если я на чём-то зациклилась, я себя уже начинаю тормозить. А мне хочется всегда идти в какую-то новую информацию, что-то новенькое попробовать. Сегодня я по старенькому нейрографику рисую, но вот захотелось мне, хотя я очень давно не брала в руки и не рисовала вот так. И думаю, ещё долго к этому не приду. Буду там, не знаю, какие-то другие техники использовать, придумывать. У меня, кстати, где-то есть пост про техники, про иконы, про амулеты, про места силы. Короче, можно наделить любой предмет. Если вы понимаете, что вы творец, и внешне это ваше отражение, то он будет иметь силу. Но как только вы начинаете уделять этому предмету камень, какой-то амулет, очень долгое внимание, то сила переходит в этот предмет, потому что вы начинаете уже на него перекладывать ответственность. То, что это он творит, а не вы. Когда вы начинаете забывать всё, этот амулет нахрен надо выкинуть. Создайте новый. Так же с техниками и с любыми штуками, которые вы бы использовали. Если вы понимаете, что вы их создали, хотите квартиру, есть куча классных техник, пойти завизуализировать, или пойти натанцевать, или пойти аффирмации, или пройти у Блиновской курс исполнения желаний, или ещё что-то. Если вы хотите, вы можете эту технику использовать, она сработает, потому что вы пошли в новое. Не потому что техника работает, а потому что вы попробовали новое. И всё, в этом секрет. То, что вы попробовали, то, что вы никогда не пробовали, и вам было интересно. Именно интерес запускает вот эту энергию, вот это движение в вас, которое исполняет ваше желание. Но как только вы увидели, что эта техника работает, начинаете её повторять, 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 и зацикливаетесь на ней, и перекладываете свою силу Творца в эту технику, она перестаёт работать, и потом случается с вами жопа, потому что вы всю силу отдаёте вовне. Но когда понимаете то, что это внешнее вами создано, так зачем зацикливаться тогда на одном? Придумывайте 150 техник в день. Новых, классных, и пускай ваша движуха будет постоянная, новая. Работает новая, а не техника. Техники работают, не спорю. Это всё истины, правды одного целого алмаза, какие-то грани. Я много раз убеждала, что все техники работают. До тех пор, пока я их творю сама, до тех пор, пока я их использую с интересом, до тех пор, пока я понимаю, что эта техника просто мой интерес. Но как только я переложила на эту технику внимание, что это не я, а она, что это не я, а амулет, что это не я, а вот эта вот нейрографика, что не я, а аффирмации, это они эффект дают, всё, тогда вы потом себя по башке ударите, и вам это аукнется чем-то таким, болячкой какой-то, проблемой, разрушением связи с чем-то или с кем-то. Только для того, чтобы напомнить себе то, что творец вы, не надо перекладывать ответственность на внешнее. Но при этом мы эти техники не отрицаем, понимаете? Создавайте их сколько угодно, но не зацикливайтесь на них, а меняйте, как только вы понимаете то, что вы начинаете постоянно это использовать, избавляйтесь. И это будет самое правильное. И создавайте новое что-то. Так, про деньги я посмотрела, долбанула. Класс. Я теперь постоянно расслаблена по поводу всех вопросов. Класс. Когда вы расслаблены и не ждёте ответов, в вопросе вашем уже скрывается ответ, который становится очевидным, но только когда вы на нём не зациклены, а просто расслабились, вот задали и пошли творить что-то. Ответ приходит, но только когда вы не зацикливаетесь на нём. Потому что когда мы зацикливаемся на ответе, мы ждём что-то конкретное, что-то нам объяснимое, что-то нам понятное, отсекая все варианты ответов, которые могли бы к нам прийти, потому что нам ум так подкидывает этот ответ уже, даже не так скажу. Когда мы ждём ответ, мы уже примерно представляем, какой он должен быть. И когда реально ответы к нам приходят, мы их сразу отсекаем, потому что мы-то ждём другое. А когда вы расслаблены, ответы придут, потому что вы не ожидаете то, что придумал ум, то, что не является ответом. Не знаю, понятно я вам объяснила, непонятно. Короче, расслабьтесь. Это самое лучшее. Мечтала всегда жить в Москве. Всё сложилось неожиданно. Моя семья и я в Москве. Классно. Я тоже столько раз мечтала жить в Москве. И просто потом это случилось невероятно, очень невероятным способом. Я была в шоке. Кто-то эту историю, может, расскажу. Хотя, может, я и рассказывала. Я сегодня лень и бессилие проживаю. Вот и я сегодня тоже самое проживала, пока меня муж просто не заставил за шкирку, не поднял с дивана, и мы начали с ним танцевать. Он просто вцепился в мои руки и вот так вот меня колбасил. Ну, танцуй, ну, танцуй, ну, танцуй минут 10-15. Я не могла расслабиться. Ну, меня вот так вот шкивало. Прямо голова на плечах не держалась, на шее не держалась. Просто вот реально падала. Я как сосиска из-за дождя этого. Вот. Но потом просто меня пропёрло от этого танца. До сих пор колбасит. Как научиться делать движение сердца? Движение сердца — это просто мой телепатический сеанс, который я придумала, создала. Это моё ноу-хау. И я веду курсы по телепатии, где мы считываем информацию с людей, с толпы, с будущего, с прошлого. Читать мысли можно, получать ответы, пофиг. Короче, как эту телепатию использовать. И вот этот сеанс движения сердца телепатический я просто настраиваюсь на человека и так далее. Почитайте, блин, информации много. У меня есть ссылка в профиле на канал движения сердца. Вот. И тренинги по этой теме отсутствуют. А, чё я вру? У меня есть инициация на проводника движения сердца. То есть я сама лично учу тому, что я делаю. Но это только вживую для тех, кто проходил хотя бы один мой курс, любой, чтобы понять в курсе дела, как трансформировать, как работать с собой, вообще, как устроен мир, что многореальность, самоподтверждающаяся правда, и что весь мир — это ваше отражение, и это всего лишь следствие. И когда вы понимаете базу, тогда уже дальше на проводника от трёх до недели обучения вживую лично со мной и у меня дома. И когда есть база, тогда можно за 3-5 дней, в принципе, этому делу обучиться. Если базы нету, блин, даже не пробуйте. Ефир сохрани, он такой милый. Да, у меня такой курс есть. Зайдите, посмотрите. Стать проводником на канале творения реальности. Короче, в шапке профиля, вот у меня в Инстаграм, там вся-вся информация, заходите, посмотрите. Либо в личку пишите, менеджер с понедельника будет в Инстаграме отвечать. Каждый день посещает мысли о бывшем, 19 лет брака, обиды нет, мысли о том, как он не понимает, что причина его деструктива в нём. Это вы не понимаете, что она в вас. А он тут вообще ни при чём, он ваше зеркало. Нет его вообще. Зачем вы тени своей собственной или отражению в зеркале что-то доказываете, думаете, какая тень, какое отражение, нифига оно не понимает, что причина в тени. Не понимает. Нет, не понимает. Причина у того, кто стоит перед зеркалом. Не знаю, почему мне так смешно. Не могу найти, в чём моя уникальная ценность. Пересмотрела много информации на эту тему. Задаюсь этим вопросом постоянно, как лучше понять себя. А вы у меня смотрели или где-то там в интернете? Я не буду говорить, что моя информация самая правдивая. Абсолютно не так. У каждого она своя. Но если хотите от меня вопрос получить, тогда почитайте. У меня около 5 постов или 5 или 6 постов, что такое уникальная ценность. Прямо здесь, в ленте в Инстаграм. И есть видео, прям так и называется, уникальная ценность. И ещё есть видео предназначения. И я прям по полочкам рассказываю, что это такое. Если вам интересно моё мнение. Я не оспариваю, что моя правда правдивая. Хрен его знает. Может, срезонируют с вами. Что такое иллюзия? Говорят, вернись к истине. Иллюзия — это всё, что вы видите вокруг себя. Ой, не могу, смешно. Что ты такая милая, что у меня отёк перестал болеть. Спасибо. Эфир лечебный. Нет, я ещё не чумак. Я так не умею. Может, просто у вас поднялось настроение. И когда у человека, даже учёные доказали во внешнем мире, когда у человека поднимается настроение, когда он испытывает радость, когда он испытывает движение, он танцует, он смеётся, он поёт песню, он пишет стихи, он рисует. Неважно, когда у него состояние вот такое, ну классно мне, я творю, вещества в теле активизируются определённые, не знаю, как они там называются. Вот. Они поднимают ваш иммунитет, и организм сам с собой справляется вот так, на ура. Так что, господа, побольше улыбаемся, радуемся и занимаемся творчеством. А про медитации что скажешь? Медитация — это очень классная штука, когда вы просто наедине сами с собой расслабляетесь и слушаете своё тело, что оно вам сигналит, и вам может привидеться какой-то образ вашего внутреннего органа, если вы начинаете его рассматривать. Значит, там какие-то неполадки, и тело хочет вам сказать об этом. Если вы полностью расслаблены, и начинаете просто за собой наблюдать, за своим дыханием, закрыв глаза, за своей кожей, как работает сердце, как работает печень, как работают там почки, как работает кишечник, вы начнёте чувствовать, и вам тело расскажет и покажет, какие где затыки. А уже накидывая ассоциации, вы понимаете, что именно она говорит.